Выставляя рейтинг фильму, надо многое учитывать. Американская ассоциация кинокомпаний проверяет фильмы перед выходом и указывает на контент, не подходящий для детей. Грязные шутки, взрослые темы, натуралистичное насилие и обнажёнка обычно сразу получает рейтинг 18+, чтобы родители знали – не стоит приводить на сеанс каждого члена своей семьи. По большей части система работает, но не всегда. Мы собрали самые страшные и жуткие фильмы, которые почему-то НЕ получили рейтинг 18+. Проклятие доски дьявола Этот фильм Майка Флэнеганна 2016-го года рассказывает о событиях, от которых стынет кровь в венах, и является предысторией Уиджи доска дьявола. В центре истории мать-одиночка Элис, которая проводит в своём доме фиктивные спиритические сеансы с дочерями Паулиной и Дорис. Элис пробует спиритическую доску и случайным образом вызывает духа, который вселяется в её младшую дочь Дорис. Уиджи проклятие доски дьявола не является слишком тёмным, однако сохраняет постоянное чувство страха, показывает жестокие смерти и ужасающую одержимость демоном. Здесь столько пугающих образов, что вы пару ночей точно спать не будете. Никто не верил в то, что приквел станет достойным фильмом, потому что первый фильм был так себе, однако все были удивлены, что фильм зашёл и получил рейтинг 13+. «И последнее, что ты чувствуешь – это холодно». Мама В этом фильме 2013-го играет Джессика Честейн в роли Аннабель, а Николай Костер-Вальдау предстаёт в образе её парня Лукаса. Когда Лукас и Аннабель привозят девочек домой после того, как они прожили 5 лет в изоляции после смерти их родителей, мама протягивает к ним свои материнские руки и нарушает спокойную жизнь обитателей дома. Сверхъестественная картинка, напряжение и ужас, которым пронизаны истории, а также тяжёлая концовка, вызывает такое нервное напряжение, что и в 18 лет мало кто отважится его посмотреть. Однако рейтинг снова оказался 13+. Астрал Патрик Уилсон и Роуз Бирн в этом фильме 2010-го играют женатую пару Джоша и Рене Ламберт, которая переезжает в новый дом с тремя детьми. То, что на первый взгляд должно быть скромным жилищем, становится домом их кошмаров и с ними начинают происходить жуткие вещи. Начинается всё с того, что их сын, Далтон, проваливается в кому после того, как увидел странную фигуру на чердаке. И дальше больше. Существо атакует Рене, и они находят кровавый след руки на кровати Далтона, после чего семья пакует вещи и съезжает из дома. Однако демон продолжает их преследовать. Существо, похожее на Дарт Мола, не отстаёт от всей семьи, и зрители вскоре понимают, что семья Ламбертов нечиста на руку, а также узнаёт правду про личность Джоша. Астрал не показывает вида крови и внутренностей, однако жуткая картинка, психологическое напряжение и очень тяжёлая история заставляет вас удивляться, как на этот фильм допустят подростка 14-ти лет. Последнее изгнание дьявола Каким образом фильм Последнее изгнание дьявола в формате найденной записи про экзорцизм, который был признан самым страшным, получил 13+. Неподдельный ужасающий фильм 2010-го года начинается с преподобного Марка Коттона, который устраивает фиктивное изгнание дьявола и для него это стало рутиной. Но вот с чем ему приходится столкнуться – ножевое ранение в лицо, убийство животных и ломание пальцев. Ужасающие фигуры в плащах, обезглавливание и сжигание людей заживо и, само собой, одержимая девчонка, которая искривляет своё тело и орёт изменённым демоническим голосом. – Мы будем идти. Мы будем тебя в машину. – Ты в порядке? – О, Господи! – Затащи меня в ад Режиссёр Сэм Рэйми вернулся в стан фильмов ужасов в 2009-ом году с этим фильмом. Начинается он с обычного банковского менеджера по займам, Кристин Браун, которая отклоняет запрос своего клиента Сильвии на продление закладной на дом. Она находится на грани выселения и пробирается на заднее сиденье машины Кристин, после чего атакует её и накладывает на неё проклятие. Теперь её преследует призрак, пожирающий души, и жизнь её превращается в кровавое шоу ужасов. Из её желудка начинают вылетать мухи, кровь бьёт из носа фонтаном, ей приходится принести в жертву козу, раскопать труп в могиле и в рот ей бьёт струя бальзамирующей жидкости изо рта трупа. Учитывая всю натуралистичную жестокость, которую мы лишь описали на словах, попробуйте представить, каким надо быть человеком, чтобы не поставить этому зверству 18+. Звонок В 2002 году вышел этот фильм и он был невероятно страшным со странным концептом – смотришь кассету и умираешь через 7 дней. История становится невыносимо странной под руководством Гора Вербински. Мёртвые тела и пугающая кассета связаны с тихоокеанскими северо-западными подростками, а журналист Рэчер Келлер должна выяснить правду, стоящую за убийствами, чтобы избежать неизбежного. Весь фильм переполнен скверными картинками, а призрак Самары, которая выбирается из телевизора, знаком практически каждому в этом мире. Тут присутствует сцена, когда лошадей разрубает пропеллер парома, анализ трупов и вырывание ногтей на пальцах. Но что самое жуткое, так это осознание того, что какой-нибудь подросток мог забрести в кинотеатр на этот фильм 13+, и получить такую порцию страха, которая сломает его психику на долгие года. Челюсти Этот фильм Стивена Спилберга 1975 года стал культовой классикой и рассказывает о путешествии группы людей в океан с целью уничтожить огромную акулу-людоеда, которая атаковала соседние пляжи. И здесь есть всё то, чего вы ожидаете от охоты на акулу-убийцу. Достаточно подробно показанные смерти и взрывные атаки акулы в этом фильме совершенно не подходят под рейтинг 13+. На тот момент у Американской ассоциации кинокомпаний не было среднего разграничения между 13 и 18, однако очевидно, что выбор должен был пасть на более взрослую цифру.